добрый вечер дорогие друзья с вами канал 1 австралия и александр петров вот иду иду сейчас на станцию централ станции со станции town hall и надеюсь вам после долгого перерыва опять-таки принесет удовольствие посмотреть эту центральную часть нашего города а сейчас давайте поговорим о ситуации которая сложилась иммиграции в австралию с профессиональной иммиграции ну в общем-то иммиграции вообще на данный момент то что связано с допустим офшорной иммиграции это просто ноль извините дорогие друзья но если вы находитесь где-то за рубежами нашей страны у вас нет никаких шансов и даже этих шансов нет ближайшее будущее но скажем так будущее будут не только ближайшие оно и отдаленное я бы сказал я бы не стал настолько быть оптимистичным но дальше будет полегче опять-таки в основном для тех ребят которые находятся уже в австралии и соответственно соответственно те которые не находятся им будет ну скажем так потяжелее или значительно тяжелее нам сюда въехать и кроме обучения в австралии других путей нет куда ехать вас призывают ехать учиться в региональные университеты ну скажем так вы можете приехать в региональный университет но есть одна проблема сейчас форсирует региональную миграцию и регионы они малонаселенные малонаселенные они потому что ну собственно говоря люди не хотят там нормальные жить наркомания алкоголизм тупость и прочее дайте говорить правду сидите в северной территории в тасманию да в общем-то и в южную австралию я думаю вам все станет ясно нам ясно вам вам нет вы здесь не находитесь тогда приедете все поймете но самое главное там не нужно много специалистов вот сейчас у нас около ста тысяч человек 100000 заметьте 100000 это 10 в какой степени в 6 если я правильно понял что ты блин математика короче 1 и 5 нулей и так 100000 человек это только в нашем не совсал всех людей которые поддаются на на expression of interest interest то есть они хотят иммигрировать они учились здесь и сейчас хотят уехать 100000 хватит на все эти несчастные территории с избытком это седне фактически ну нью-соус-вэллс а виктория а квинсленд люди просто переедут в эти северные территории тасмания и южную австралию вот они и местные ну вы которые там будете учиться ну да вы отдадите деньги я вам сочувствую я искренне сочувствую но но вы пополните бюджет этих всех регионов и не более того как наш премьер-министр в свое время сказал совершенно искренне у вас нет денег вам тяжело ну убирайтесь к себе у своясь и это были его слова практически дословно вот это вот его и отношения правительства боюсь что может быть не только этого ко всем вам вот так что не питайтесь никаких иллюзий вы здесь этим людям не нужны надо под зеленый сердце попасть вот вы здесь не нужны теперь а а как же будут люди оставаться ведь экономики нужны люди да конечно они нужны но без разницы где они будут учиться будете вы учиться там или сам после учебы просто туда переедете возьмете но и учась в седне и учась мельбурне участь в брисбене но уж седнея сами понимать почему вы получите свою возможность 485 визы если она вообще понадобится и после этого я говорю если она вообще понадобится а очень просто потому что вы можете жениться выйти замуж многие можете найти работодателя спонсора прийти на рабочую визу очень много разных вариантов что люди выбирают и сильные люди не уезжают ну уезжают на крайне редко вот и если вдруг вам очень приспичило но вы можете поехать пожить и поработать в той же самой южной австралии у меня так было да люди езжали и тасманию было люди езжали вот привет карина привет олег и что ну получили то что надо научились то они сильные зарабатывали день что-то они сильные они не учились тасмания где у людей две головы но это чисто австралийская кстати шутка посмотрите почему так говорят также ребята это конечно путь а попытка учиться в тасмании или в северных территориях или в галаиде просто закончится тем что с вас откачают очень большое количество денежек ну скажите что я не прав пусть кто-нибудь конкретно лично мне скажет и не надо ссылаться на то что государство обещает государство очень многое обещала хотите знать что обзорить что четыре года тому назад творилось с иммиграцией любой человек мог остаться ну может быть уже не 60 но 70 баллами точно а может и 60 тогда ведь такая система была однако все изменилось дело в том что если вы все отучитесь толпой в какой-нибудь там тасмании вас будет очень много а работа очень мало и в первую очередь работа для местных и между прочим очень много местных сейчас учиться в юниверситет тасмания посмотрите очень много информации на эту тему а что это значит а значит что они в первую очередь займут рабочие места а их там мало крайне мало вам будет предложено ехать допустим из тасмании северной территории а там их вообще нет дарвины чуть-чуть или спринкс это не работает а тех же бухгалтеров нужно 10 максимум 12 и все эти места займут несчастные люди которые имеют гражданство но живут других местах несчастные потому что человек который едет из сильные даже за хорошие деньги работать дарвин или в элли спринкс это несчастный человек жизнь его бог его обидел это правда вы будете здесь жить сидные ветер по трава очки люди улыбающиеся ходят только это всякие люди бывают но все-таки и сравнить это с настоящими пейзажами тасмании как будто русская деревенька какой-нибудь там новониколаевской губернии или как там называлась и 1853 год ну что-то типа такого это тасмания сейчас уже вот но боксе ладно не будем юродствовать так вот дорогие друзья это вам уготовано но первое вам надо приехать вам надо будет отдать большие деньги вам не удастся зарабатывать но сам на самые говно работы вот это будет для вас честно действительности вам не дадут хорошую работу ну вот видите вот даже этим людям надо помогать им будут помогать за ваш счет правильно правильно потому что дать ей еще счет за ваш вы же у нас стремитесь потому что мы народ глупый а умный народ допустим корейцы японцы они уже давно десятки тысяч студентов отправили в канаду уже идет поток для наших университетов хороший урок что они все эти аустрейды аустрейд демонстративно отказался участвовать китайской выставки лучше кстати выставки по студентам ну и что они отказались а канадца нет и студенты поехали в канаду понимаете студенты поехали канаду и университеты будут на голодные пойти я думаю что обстановка улучшится но она улучшится может быть для тех кто сейчас находится здесь я надеюсь на моих студентов а для вас дорогие друзья ну не знаю самое большее что по вероятности произойдет это то что вы дорогие друзья будете учиться онлайн долго учиться онлайн очень долго будете учиться онлайн если вы почитаете какие есть обязательства у государства перед вами которые кстати прописаны то там не сказано что вам обязаны дать даже четыреста восемьдесят пятую визу государство говорит что мы рассмотрим а а она рассмотрит а вот честно и порядочное доброе у нас государство видите доброта она да ну ладно так что конечно главная цель была показать вам вот этот путь от из варяг наши греки то есть из-за стаун холла до центра до которого мы уже почти дошли вот сейчас пропустим транспорт посмотрим сюда обстановочку блин давненько я здесь не был вот мы не буду нарушать правил не буду нарушать правил чтобы не дать повод моим оппонентам говорить что я хожу на красный свет а пошел бы возьми пошел бы и вы пошли бы кстати под подавляющим большинстве но не суть не суть что у нас еще с эмиграцией а вот какая беда канада это одна точка четыре десятых миллиона человек за три года австралия ну не на когда три года за год это не 500 тысяч и 35 тысяч включая такое же количество беженцев как канада и она еще большее количество партнерских виз и это классно потому что те ребята которые здесь учатся ну может могут остаться здесь и как партнеры жениться выйти замуж то что ничего против не имею я целиком полностью за а для профессиональной миграции 10 тысяч 10 тысяч ребята 10 тысяч где в канаде где-то порядка 400 тысяч 40 раз больше вот и вам ответ на вопрос а что же ждет профессиональную миграцию а почему я такой довольный ну я не то чтобы довольный но и вполне спокойный почему очень просто не нужно чтобы мои люди сюда приехали а уж оставить их здесь это мое дело моя моя забота и я своим людям уже объяснял как при плане а б ц д е ф и так далее мы будем оставаться что касается остальных да мне они собственно говоря безразличны ну и слава богу надеюсь что я ответил на многие из ваших вопросов надеюсь что не сильно разочаровал своих будущих студентов и надеюсь что разочаровал студентов не своих чтобы они стали моими правильно вот так вот и всего вам доброго спасибо